Мир вам, дорогая Церковь! Я также хотел бы всех вас поздравить с этим наступающим праздником, праздником Рождества Христова. Вы знаете, сейчас хор спел такие слова «гряди-гряди», и размышляя над темой сегодняшней проповеди, я представил израильский народ, который, как мы уже слышали сегодня утром, тема, когда он вышел из Египта. И вы знаете, этот народ находился в таком ожидании, они ждали, что что-то должно произойти. Они ждали, что должен кто-то прийти, тот, кто спасет их, тот, кто выведет их, потому что по завету, который они носили в своем сердце, они понимали, что Господь их не оставит. Сегодня мы будем продолжать пошаговое изучение жизни израильского народа в Ветхом Завете. На прошлой неделе мы уже начали говорить о Аврааме, о Завете между Богом и Авраамом. И сегодня утром нам напомнили о египетском пленении, и второй брат говорил нам о том, что израильский народ наступил в тот момент, когда израильский народ вышел из Египта. И здесь, в исход 19 главе, здесь Господь говорит, что «Я вывел тебя, как будто на орлиных крыльях». Вы знаете, утром прозвучал такой пример, когда птенец падает, и действительно, израильский народ, он до конца не был готов к этому. И Господь его словно на своих руках, Он вывел его оттуда. Весь этот путь, который они проходили по исшествию из Египта, можно было пройти за 40 дней. Именно путь в обитованную землю. Тема моей проповеди сегодня именно об обитованной земле. Но Господь их вел не 40 дней, а 40 лет. Почему и что важного произошло в этот период, в период 40-летнего путешествия? Во-первых, в начале своего странствования народ израильский получил закон. Мы так тепло отзываемся о завете Бога с Авраамом, об его отношениях с ним, несмотря на то, что прошли вот эти сотни лет, когда уже израильский народ вышел из Египта, и о том времени, когда Бог заключил завет с Авраамом, тем не менее народ держал в сердце вот этот завет, и слова вот этого завета, они были весьма теплы ему. Но Бог в самом начале пути своего народа дает закон. Зачем? Бог избрал и спас свой народ от Египта по благодати завета и по своему добровольному обещанию к патриархам, которые он говорил. Но жизнь в заветных отношениях требует сохранения определенных требований, требований верности. Именно в таком понимании можно увидеть разницу между заветом и между законом. Завет представляет собой большее понятие, чем закон, потому что он служит цели. Цель и описание более близких взаимоотношений, нежели закон. Вспомните завет, который был заключен между Давидом и Анафаном. Вы знаете, завет был основан прежде всего на любви. Там не были какие-то постановления между ними, если ты то-то, то-то, я тебе вот это, ничего подобного. Мы понимаем, что такое завет. В завете человек жаждет общения с Богом и в каждом дне видит Божью красоту и чудеса в своей жизни. А закон служит условием соблюдения заветных отношений между Богом и человеком. Закон служит условием соблюдения вот этих заветных отношений. Закон стал частью завета и попыткой регулировать определенную только часть отношений завета, на которую влияют те или иные поступки в жизни каждого человека. Большей частью закон служит для регулирования внешних каких-то факторов, внешних действий народа. Весь закон дан для внешних отношений между Богом и человеком и между людьми и человеком. В определенном смысле закон стал каким-то минимальным сводом ограничений для управления поступками. При этом цель и ожидание Бога на протяжении всего Ветхого Завета было в том, чтобы вот этот народ, который получил этот закон, исполняя минимальные требования вот этого закона, они увидели сердце Бога. А это приведет их к желанию еще больше, больше близких отношений с Богом и соединения с Богом. Поэтому народ будет искать всякой возможности превзойти вот эти минимальные требования закона для того, чтобы быть ближе к Богу. Для того, чтобы понять цель завета. Тем самым не просто исполнить этот закон и сказать, этого достаточно в моей жизни. И в этом заключался смысл закона. Закон должен был научить народ внутренней сути Господа и должен был быть детоводителем к Богу, чтобы весь народ стремился иметь такой же характер, как имеет Господь. В то время как завет — это самопожертвование, это любовь, это самоотдача. То, что вначале сказал брат Руслан о том, что мы должны работать над своим характером, для этого нужно время. И вы знаете, Господь работал над своим народом. Он работал 40 лет. Что произошло? Многое было изменено и переписано этим народом, несмотря на то, что они получили этот закон. В дальнейшем мы видим, что Христос сам говорит о том, что очень многое вы поменяли и поменяли в свою сторону. Такие обязательства, которые были на народе, почитая отца или мать, они внесли изменения и говорили, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался. То есть вроде бы на первый взгляд мы видим, что люди пекутся о взаимоотношениях с Богом. На самом деле они убегали от тех ответственностей, которые возлагались на них, как на детей, на сыновей и на дочерей. Господь об этом говорил им и упрекал их об этом. Во-вторых, хотел бы напомнить, что завет, который был заключен между Богом и Авраамом, говорил и о времени, когда израильский народ выйдет из плена Египта. И об этом знали все евреи. Некоторые историки утверждают о том, что когда израильский народ находился в этом чуть больше 400 лет в порабощении у египтян. Некоторые были в возмущении, но они очень быстро утихали, потому что Египет на тот момент был довольно-таки сильной державой. И народ понимал, что что-то должно произойти, должны быть какие-то изменения. Они сами пытались что-то сделать, но время вывода их из Египта еще не настало. Мы можем предположить, что были люди, которые жаждали свободы, и это было так, но Бог их не выводил. Почему? Потому что не все еще были готовы. Когда я говорю «Божий народ», я хотел бы, чтобы каждый из нас сопоставлял нас самих параллельно с текстом Ветхого Завета. И мы понимали, что Ветхий Завет – это был прообраз нашей сегодняшней жизни. Мы также все, как израильский народ, мы все стремимся в обитованную землю. Каждый из нас стремится туда. И этот текст, который мы читаем в Ветхом Завете, он должен касаться сердца каждого христианина. Как я уже сказал, Бог обещал Аврааму, что у его потомков будет своя земля. Земля, которая будет их домом. Земля, которая останется на многие поколения за ними, будет место, то место, где они успокоятся и где никто не будет их тревожить. Каждый потомок Авраама знал об этом обещании Божьем, и они понимали, что это не вымесел, и всей душой они жаждали этого исполнения закона, этого завета. Бог избрал себе народ, которому обещал землю, они должны были быть светом. Светом для всех народов. Господь работал над их сердцами, над их упорством, и Он формировал, как я говорил уже, их характер. Обещание обетованной земли было озвучено Аврааму, но желание туда попасть не гарантировало получение самого удела. Если человек желал туда попасть, но ничего для этого не делал, это было бесполезное желание. Нужно было что-то делать. Что именно? Анализируя этот период израильского народа, можно проследить, что действительно нужно было действовать. Нужно было не просто хотеть, но нужно было воевать. Тот, кто хотел получить новый удел, он должен был решить для себя раз и навсегда, остаться ли ему в Египте или выйти оттуда. Тот, кто хотел получить новый удел, тот, кто хотел войти в эту обетованную землю, должен был решить для себя, быть ли ему с израильским народом, служить ли живому Богу, выполнять ли тот закон, который он дал впоследствии, или остаться все-таки вот с этим народом, который их порабощал. Когда наступала война, когда они уже вышли и были воины, очень много воин, нужно было действовать, нужно было идти и сражаться. Мы также все стремимся в край родной, но что я делаю для этого? Священное Писание говорит, спасение не о дел, чтобы никто не гордился, но наша вера, она должна генерировать желание, чтобы сделать что-то для Бога. То есть дела – это следствие нашей веры. Вера без дел мертва. И об этом говорил не раз апостол Яков. Невозможно попасть в обитованную землю, сидя в Египте, но даже если мы и вышли оттуда, у нас есть каждодневная борьба, в которой Бог сражается за нас прежде всего, если мы не стоим в стороне. Место, которое Бог приготовил для Израиля, оно было совершенным. Иисус с нами, 24, 13. «И дал Я вам землю, над которой ты не трудился, и города, которых вы не строили, и вы живете в них, из виноградников и масличных садов, которые вы не сождали, вы едите плоды». Сегодня Господь говорит еще раз и нам. Он говорит нам о месте, которое приготовил каждому из нас. Оно готово, но от нас сегодня зависит, получим ли мы его или нет. Вспомните Ахана. Человек, который вроде бы вышел с израильским народом, стремился в обитованную землю, так же сам ожаждал, но на определенном участке пути он споткнулся. И дело в том, что подыматься он не хотел. Проблема была в его алчности. Вроде бы небольшой грех, но вот эта алчность погубила все его семейство. Бог вел свой народ 40 лет, не просто водя их по пустыне, но он учил их. Он готовил для этого их для обитованной земли. Но народ, явив свое недоверие и несогласие с Божьим Словом, не вошли в эту землю. Вошли их дети и вошли их внуки. Вся их жизнь, вот этого народа, она проходила в войне, в борении. И на первый взгляд покажется, зачем было выходить с Египта, если было плюс-минус в Египте стабильность. И вы знаете, очень часто они вспоминали об этом, они говорили, как нам хорошо было в Египте. Стоило ли это менять? Были войны. И вы знаете, люди, которые уповали на Бога, они не разочаровывались. Потому что для народа, для самого народа, нужно было всего лишь присутствие на этой войне. Очень часто не нужно было им делать ничего. Вспомните Ерихон, когда они захватывали. Что нужно было? Нужно было просто обойти его. Не нужно было поднимать ни мечей, ни сабли, ничего. Господь поборал за них. Были и такие моменты, когда нужно было стоять и твердо стоять, как стоял Моисей, с поднятыми руками. Казалось бы, ноги уже не держат, руки уже не может держать. И вы знаете, через вот этот случай Господь показывал, что в одиночку ты не должен бороться. Должны быть люди, которые постоянно тебя поддерживают. И каждый из нас должен друг друга поддерживать всегда и в этой жизни. Что это напоминание говорит сегодня нам, каждому из нас? Хочу ли я быть в Божьем уделе? Если я стремлюсь туда, что мне нужно делать? Я должен выйти из Египта, я должен выйти из этого мира, я не должен подражать ему, понимая, что Родина моя не здесь, и стремление мое должно быть не к этому миру. Если я уже вышел из Египта, то мы должны понимать, что Бог видит нас, и Он во всех наших добрых начинаниях. Он будет нам способствовать, Он будет нам помогать, если у нас будет желание. И в-третьих, мы должны помнить, что цель наша обетованная земля. И эта цель, она сходится с Божьим замыслом. Господь будет поборать за нас, что бы ни происходило, какие проблемы, переживания не случаются в нашей жизни, мы должны помнить, что Господь будет с нами, если у нас будет желание идти в обетованную землю. Да благословит нас всех Господь. Давайте встанем на наши ноги и будем молиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!